Вы хотели поговорить про здравоохранение? Ой, каждая тема, это у меня как ножом по сердцу, честное слово, потому что, как я сказала, три дня думала, что хороший выбор сказать, но зато придумала все остальное, да. Но здравоохранение, ну что, я знаю, что мой муж уже сказал, что да, мы не надеемся на канадскую медицину, да, мы лечимся, если надо, в Москве, вот, да, у нас еще есть и американская страховка, вот, то есть страховка, которая у нас есть, это, грубо говоря, американская компания, которая, значит, решила, так сказать, прочувствовать почву, наверное, в Канаде, и, в общем, они занимаются тем, что ты им звонишь, выбираешь госпиталь, какой хочешь, какую хочешь выбираешь, ну, не провинцию, а штат, вот, и все, что тебе нужно, делаешь, вот у нас такая страховка есть. И почему я ее завела? Ну, начнем издалека. Вот, например, я отравилась каким-то блюдом в ресторане лет 10 назад, вот, это было еще очень давно, и у меня очень сильно ночью заболел живот, причем так сильно, что я аж плакала и так далее. Я позвонила в скорую, и они начинают спрашивать те вопросы, вот, там, можешь ли ты подвинуть ногу, можешь ли ты подвинуть руку, можешь ли ты встать, такого плана. И в итоге они тебе потом дают вердикт, сама ты должна добираться, или сейчас тебе вызовут скорую, за которую ты же сама потом должна заплатить, что как-то не смешно, да, они еще решают, нужна тебе скорая или нет. В итоге их вердикт был такой, что я имею возможность доползти до машины и вызвать такси. Вот, я доползла до такси, приползла в пустой госпиталь совершенно, это было 10 лет назад, и 3 часа я на полу, потому что у них вот эти разделители, да, то есть, чтобы люди не ложились. Вот, 3 часа я на полу, у меня так сильно болел живот, я ждала врача. Мне не было сил ни ругаться, ничего. И когда я пришла, я говорю, я говорю, очень сильно отравилась, мне просто, говорю, дайте, что-нибудь, чтобы живот перестал болеть, потому что была адская боль. Вот, и они мне дали пососать льда, вот, потому что это был, оказался, не доктор, это был, а, в госпитале всегда один доктор. Вот, вот, если кто не знает, вот в emergency один доктор, если у него 100 человек, да, то если ты пришла 101, то он вначале посмотрит 100, а потом к тебе 101 подойдет. То есть, многие люди, которые думают, что у нас хорошая бесплатная медицина, у нас ее нет. Вот, у нас просто нет вообще никакой медицины, у нас люди умирают, просто про них не показывают по телевизору, все остается внутри семьи. Вот, так и, короче, дали мне пососать лед, и потом, когда наконец дошла моя очередь, уже с того момента, как я пришла в госпиталь, уже прошло 10 часов, окей? Ко мне моя очередь пришла, чтобы до меня посмотрел доктор. Он сказал, ну, слушай, сейчас, говорит, мы тебе дадим более утоляющее, говорит, если лучше не станет через пару часов, говорит, то тогда повезем тебя на УЗИ. Я говорю, окей. А я уже вообще, представьте, 10 часов валяться в госпитале на полу. Я не могу представить, я сидел долго, но я никогда на полу не валялся. Но если боль очень сильная в животе, лежа легче. Нет, я понимаю, но там они хоть подстелили что-то, или просто реально... Они там, никто ничего не подстелил, всем все равно там. Ну, короче, в итоге мне дали этот наркотик какой-то, который расслабляет очень сильно, опиат какой-то. Вот, и потом мне сказали, что через 2 часа мне стало совсем хорошо. То есть у меня боль прошла. Вот, у меня закружилась голова, я захотела спать, я не знаю, какую-то лошадиную дозу мне дали. И они мне сказали, ну все, тогда одевайся, раз у тебя уже ничего не болит, вот, можешь идти домой. И отправили меня одну домой под вот такой наркотой. Меня так накрыло, что я заблудилась в коридоре несколько раз. Вот, я просто настолько хорошо все это запомнила. Я попросила, я поймала кого-то, кто мимо меня проходил, и говорил, пожалуйста, за руку меня выведите из больницы и посадите меня в такси. Я не могу идти. Представляете? Это вот мой экспириенс с канадской медициной. И с тех пор я попыталась, вот, и только если я буду умирать, вот тогда я пойду в госпиталь. Вот у меня такая была политика. И когда я рожала обоих детей, я работала до последнего дня, вот, и приезжала домой, понимала, что у меня сейчас начнутся схватки, и ехала сама в госпиталь. Вот. И там, и даже когда у тебя уже начались схватки, тебя оставляют лежать до последнего в коридоре. И говорят, вот когда уже совсем будет больно, тогда мы тебя переведем в палату. И у нас разрешают в палате находиться всего одни сутки. А потом домой. Все. Вот у тебя одни сутки. И ты то за них платишь. Ты платишь за эту палату, вот, за которой ты находишься. Что-то там 800 долларов в день, насколько я помню. Если у тебя кесарево, то, конечно, тебя на три дня задержат, потому что у тебя живот, понятное дело, вскрыли. А если у тебя обычные роды, как положено, без осложнений, ровно через сутки ты должна освободить помещение. Вот. Утром... А, это вообще кошмар. Вот, например, родила я в 6 утра, да? В 9 утра меня будят. Вот. И говорят, а сейчас ты идешь на ориентейшн. Какой ориентейшн? Я, блин, вообще всю ночь не спала, да? Рожала. Схватки у меня были. Они тебе садят в комнату, где других 30 мам, которые тоже родили. Вот. И рассказывают тебе, как кормить ребенка грудью. Вот. Ну, как бы я бы сама догадалась, как. Ну, ладно. И, значит, потом они тебе дают одну книжку, вторую книжку, третью книжку. Там распишись, там это. Потом ты, не знаю, с такими вот глазами возвращаешься в комнату. Ребенок тем самым временем, я так понимаю, у медсестры, наверное, тебе, значит, дают ребенка. Потом ты с ребенком спишь. Утром все, приходит врач, слушает тебя, слушает ребенка. Все живы, самое главное, да? И все, дисчардж. Вот так с двумя детьми было, с обоими. Ровно сутки мы находились в госпитале. И, как я сказала, положили именно рожать, только после того, когда ты уже начинаешь материться в этом коридоре, лежа. Вот. Ты говоришь, я уже больше не могу, мне нужно эпидюрал. Вот. Я делала эпидюрал с двумя детьми. И один эпидюрал, который я делала, вообще пришел пьяный. И этот вот, все на русскую медицину грешат. А вот на самом деле такое может случиться везде. Он вообще был, я не знаю, мне было настолько страшно, что он мне сейчас будет вкалывать что-то в мой позвоночник. Но так как было так больно, вот, я уже такая думаю, бог с ним. Пусть у меня корит пьяный эпидюрщик. Насчет канадского здравоохранения можно, в принципе, говорить очень долго, потому что истории масса у всех. Например, у моей знакомой, которая, она, ну, сломала себе ногу, жена знакомого, вот, доктор вообще не явился на операцию. Вот она уже под наркозом валялась, это в Монреале. Я очень долго сидел, и меня никак не вылечили. Мой друг, у него было внутреннее кровотечение. Он 16 часов сидел в Монреальском госпитале. Как бы, он вот-вот уже бы просто отбросил коньки, и все. Очень много разных историй. Это, это просто, самое интересное, что сами канадцы это знают тоже, они знают это, и они никогда, они боятся ходить, они знают, что это очень долго, очень долго будет сидеть. И результат будет, конечно, ну, не самый лучший. Но самое интересное, что если почитаете в новостях, то канадское здравоохранение, оно великолепное, чистое, пушистое, самое лучшее. Вот, даже один этот блогер русский, который в Америку пять лет назад переехал, он тогда прочитал, то ли US News, то ли еще что-то. Это какая-то газета, который владелец, он американо-канадец, и он живет в Монреале. И он дал канадскому здравоохранению 10 из 10. Когда я это прочитал, я думаю, ну, ребята, ну, вы уже перегибаете ваш маркетинг, это уже слишком. Там невозможно дать никому 10 из 10, особенно канадскому здравоохранению. Но у нас на Фейсбуке какая-то группа, каждый день постает, что Канада самая лучшая страна в мире по какому-то там списку. Все комментарии под этим «самая лучшая страна в мире», они вообще в Канаде были. Те, кто составляли этот список. А я могу вот другое сказать насчет всех этих списков. Я когда работал на одну IT-компанию в Монреале, есть такой список, называется Gartner Quadrant для IT-компаний. И именно они дают оценку вашему продукту, ну, сервису или там продукту, который вы продаете, технологии ваши. Если вы не платите деньги этой компании, то вы не появитесь в этом Gartner Quadrant. Вас там не будет. Я предполагаю, что тут то же самое, потому что на некоторые рейтинги ты смотришь и говоришь, ребята, ну нет, это невозможно просто. Ну, никак. Не все равно. А, у меня вот такой вопрос. Я забыл задать этот вопрос вашему мужу. Я один раз ехал в такси полтора года назад. И таксист, он, видимо, не знал, кто к нему в такси попал. И он мне начал говорить, что Россия такая, Россия сякая. Вот в Канаде платят людям от заработок от нефтянки. Государство всем посылает чеки от заработок от нефтянки. Нефтяного промышленности. То есть, да-да, я начал смеяться, как будто на меня напал какой-то бес. Я ему сказал, ты не тому человеку это сказал. Я как раз жил в Канаде. Я ни разу не видел какого-то чека от правительства Канад за продажу нефти. То есть, вот такой бред говорят тут иногда в России. Вам кого-нибудь Дина перечисляла правительство из-за продажи нефти? Нефти? Да нет, конечно, мне вообще государство ничего не перечисляет. У нас, понимаете, такая ситуация, то, что у нас даже вот детские, да, вот это детское пособие, если ты на семью получаешь больше, чем 100 тысяч в год, на семью 100 тысяч канадских в год, для тех, чтобы, для слушателей, чтобы было понятно, это 80 тысяч американских, да, вот если твоя семья больше, чем 80 тысяч американских зарабатывает, все, тебе ничего не дадут на ребенка. Неважно, сколько ты их рожаешь, хоть 10, окей? Вот. Тебе ни на первого не дадут, ни на второго, ни на третьего. То есть, вот у нас до семи лет, например, можно получать там в зависимости от дохода, у нас все в зависимости от дохода, у нас ничего универсального нет. Вот. То есть, я слушала ваше интервью с девушкой одной, она говорила, что в России можно получить там скидку на электричество там и так далее, потом можно молоко, она говорила, получать. И я так поняла, что они с хорошим достатком и так далее, и очень благодарны, что есть такие услуги для них и скидки и так далее. А у нас нету ничего. Вот. То есть, если ты хочешь размножаться в Канаде, грубо говоря, то это будет чисто твоя ответственность, государство к этому прилагать никакой руку не будет. Потому что, если ты, если ты, как я сказала, зарабатываешь там 80 тысяч американских, то ты миллионер по понятию канадскому, и тебе никакая помощь не нужна. Вот если ты не работаешь, вот это уже совершенно другая история. Тут тебе могут и социальное жилье дать. Вот. И на первого ребенка 500 заплатят, и на второго ребенка 200 заплатят. И в итоге у нас получается, что у нас государство мотивирует людей не работать тем, что они, значит, грубо говоря, таксируют, или, я не знаю, таксуют. Таксуют людей, которые нормально пытаются работать и давать другим людям работу. Вот. И эти деньги берут у нас и отдают тем, кто не хочет работать. Такие районы есть. Я недавно читала, что одна девушка русская случайно попала в этот черный район, когда она сюда только переехала жить, и она не знала, что там происходит. Она написала, что там и стреляют. Я там не бываю, естественно. Что там и стреляют, и что полиция все время и режут, и так далее. Она просто в тихом ужасе и пытается как-то вырваться из контакта, который она подписала, вот, с наименьшими потерями, потому что, если ты, например, оказываешься в ситуации, где ты не можешь платить, то все это идет на твою кредитную историю. Ну, сами понимаете, да? Просто не знала, что там стреляют. Вы там не бываете вообще? Нет, я там не бываю, вообще не бываю. Я бы, если честно, если бы даже на машине надо было бы проехать, я бы прюк дала. Огромный. Да. Я должен сказать, что это в плюс вот Канаде. Когда я ездил в Штаты к своим друзьям, например, вот, и когда я возвращался обратно в Канаду, то Канада мне всегда казалась прекрасным местом по сравнению со Штатами. именно и народ отличается, и Канада на более ухоженную. Тогда, это еще 16-й год, Канада была более ухоженная. Мне всегда казалось, мои друзья то же самое подтвердили, которые и в Штаты ездили, и там, но обратно в Канаду возвращались. То есть, это может быть странно как-то звучит, но в США намного хуже с этим делом. То есть, в Канаде я никогда не чувствовал себя в какой-то опасности, даже когда я заходил в какие-то плохие районы. Но, видимо, что-то изменилось в лучшую сторону, потому что, ну опять, может быть, я не в тех районах жил. Но в том же самом Брэмптоне, я слышала, вы жили там, да, там даже, мне кажется, уже даже тем культурным массам, которые сейчас там находятся, им уже самим страшновато вот, там находиться, потому что у нас это превратился в город индусов, этот Брэмптон. Там живут одни индусы, одни черные, вот, и многие люди оттуда переезжают, потому что им просто страшно там жить между собой, между своей собственной культурой. Вот, ну и вообще со всех сторон как не посмотреть. Да, я согласна, что может быть здесь безопаснее, чем во многих странах, но потому что здесь люди сами всего боятся. вот, и то, что сейчас происходит, то, что все соглашаются и продолжают делать, то, что нам говорит государство, убивая собственный бизнес, вот, ну, мне больно на это смотреть, и, честно говоря, я не хочу, чтобы мои дети на это смотрели, потому что, я вот расскажу вам одну вещь, мы вчера ходили в кондитерскую, вот, и у нас пускали только шесть человек внутрь, да, ну и мы с ним две минуты, и мой сын такой, мама, мама, почему мы так долго стоим? Я говорю, сына, только две минуты прошло, терпение. Заходим в кондитерскую, купили то, что мы хотели купить, он, выходим из этой кондитерской, а мы долго в очереди внутри стояли, вот, мне сын говорит, слушай, в чем вы так долго, говорит, там были? Я ему говорю, скажи спасибо, что хотя бы магазины открыты, а он мне говорит, мама, а зачем мне спасибо за это говорить? Они же всегда открыты. Я говорю, нет, понимаешь, Максимка, могли бы и магазины закрыть? Говорю, вот поэтому надо и спасибо сказать великому корду, что хотя бы магазины открыты. Нам ничего не оставили для жизни, ничего. У нас единственная радость, которая есть, это то, что нам, закрытые парки открыли, и у нас есть магазины, в которых хотя бы есть продукты. Вот так вот мы живем. Ну, это очень такой хитрый и психологический трюк, который работает, это отнять все, что можно отнять, и потом отдать чего-либо, и тогда люди будут говорить, что хорошо, что вы нам это оставили, и они будут счастливо делать, ну, как вы и сказали, парки оставили открытыми. Ну, забирают все, и потом отдают какие-то копеечки. Да. Вот мой друг, он тоже, он дал себе и своей жене три года, чтобы переехать, потому что она должна русский выучить, хоть какой-то, чтобы у нее русский был. Вот. Он мне вот что сказал. он сказал, что он начал бояться жить в Канаде не из-за того, что канадцы какие-то преступники или нет. Он боится, потому что, он боится самих канадцев, потому что они совсем соглашаются, вот именно, по крайней мере, в Монреале тогда еще, когда он мне говорил, это два месяца назад, со всеми локдаунами, с этими штрафами, со всеми делами, просто хорошо, да, пожалуйста. И я не говорю, что это в начале, когда никто не знал, что это за вирус, что это такое, за пандемия, что это за пандемия. Сейчас, когда уже полтора года прошло, когда вроде бы все должны уже поумнеть. Вот что самое интересное, ну, если вообще говорить про вирус, в России, вот, к сожалению, очень много людей болеет и умирает, вот, а в Канаде, вот, у меня большой довольно-таки круг общения, у моего круга общения, довольно-таки большой круг общения. И когда мы собираемся вместе, мы начинаем друг друга спрашивать, если заходит, да, до этого момента тема, вот у нас, например, сегодня 4500 человек позитивно, да, вчера тоже 4500, позавчера тоже 4500. И вот, Антарио, оно, в принципе-то, оно не сильно большое, и если мы выходим за границы больших городов, то это очень малонаселенные пункты, которые вообще не болеют. То есть, по идее, все больные должны находиться здесь, в Торонто или в Оттали. Это я к чему говорю. И мы начинаем друг друга спрашивать, а где, кто эти люди? Мы кого-нибудь знаем, и никто никого не знает. Вот, в России, там, у меня тетя переболела, там, тетина дочка, там, мамин двоюродный брат, там, и так далее. То есть, есть люди, да, которые переболели, а здесь мы этих людей не знаем. Те, кто действительно болеет, вот, они, когда приезжают в госпиталь, я читала недавно, как одна мама возила свою дочку из госпиталя в госпиталь, и ее нигде не брали, потому что все вот эти вот чрезвычайные терапии, интенсивные терапии, были все заняты. и она поехала что-то 150 или 350 километров отсюда в госпиталь, чтобы просто ее дочку положили на вентилятор. То есть, те, кто действительно болеет, да, я согласна, что, но это болезнь, понимаете, мы от нее не можем скрываться столько, сколько мы от нее скрываемся, потому что тебе раз или поздно, тебе придется ей переболеть. Вот, и просто, что удивительно, что я имею в виду, что и я, и всем наши друзья, и так далее, мы, никто не болел, окей, за год. Не знаем никого, кто болел за год. И если кто-то и кого и знает, кто болел, это были бессимптомники. Вот, то есть для нас это большая загадка, что на самом деле происходит здесь. Вот насчет России, как я сказала, я не сомневаюсь, что там очень тяжелый грипп, ну, в смысле ковид, вот, и что многим очень плохо от него. И у моего мужа умер и папа, и дедушка, к сожалению, от пневмонии вначале, а потом они писали ковид. Вот, я просто предполагаю, что это грипп с осложнением пневмонии больше. Но мы никого не знаем, я вот это все пыталась сказать. Я тоже такое слышал, да, и от американцев от некоторых слышал, что якобы они, ну, никого не знают, кто переболел этой болезнью или болели бессимптомно. Знаете что, вот мы уже говорим примерно два часа, я даже не ожидал, что мы так долго будем разговаривать, да, время так быстро пролетело. я в конце вот это всем говорю, пожалуйста, если вы хотите что-то добавить, что-то от своего сердца, что в голову приходит, то говорите, пожалуйста, скажите подписчикам. ну, скажу, ну, во-первых, спасибо вам, что вы делаете такой интересный труд, потому что, да, я согласна, у вас, наверное, очень много критики, но это на самом деле очень благородное дело, потому что многие люди действительно не оценивают, не находясь в стране, так сказать, что у нас происходит, и может быть они, и некоторые сюда приезжают, и я удивляюсь, почему, вот, я от чистого сердца хочу пожелать людям, цените то, что у вас есть, вот, пусть у вас есть какие-то минусы, но вы не хотите иметь минусы, которые здесь, например, есть, вы не хотите, чтобы ваши дети выросли моральными уродами, вот, я за это переживаю больше всего, то есть, оцените, я не говорю уже, не важно, кто президент, кто не президент, просто цените то, что вокруг вас нормальные люди, вот, что нужно ценить, вот причина, почему мы хотим переехать, потому что мы устали от того, что происходит вокруг нас, и мы как вот эти вот лягушки, которые взбивают сметану, понимаете, вокруг себя, вот, и я просто устала от таких обстоятельств, что, ну, не знаю, чего хорошего мы обсудили, это газон, да, это хорошо, что есть хороший газон, но на одним газонам сыт не будешь, вот, поэтому всем тем, кто находится в разных странах, и те, кто говорят по-русски, всем большой респект, вот, тем, кто хочет куда-то переехать, тем тоже большой респект, тем, кто хочет остаться, где они хотят, тоже большой респект, главное, чтобы каждый сам был счастлив с собой, вот. Хорошо, спасибо большое, большое спасибо, насчет критики, знаете, есть, ну, вас тоже, наверное, кто-то где-то когда-то критиковал, есть правильная критика, это, я не знаю, Стас, у тебя микрофон плохо работает, тебя не слышно, купи другой микрофон, Стас, у тебя камера что-то плохо показывает, или снимай с этого ракурса, или у тебя света недостаточно, или еще что-то, а есть критики, которые просто проходят мимо, как чайки, я же говорил, они просто нагадят, и потом улетят куда-то, я честно скажу, для меня это очень такие, ну, забавные люди, я люблю с ними иногда разговаривать, потому что они, они предоставляют мне какое-то определенное количество, какой-то радости, я могу все свои эмоции, красиво и культурно вылить просто на них, критика есть, ну, и да ладно, самое главное, чтобы конструктивная критика осталась, а вот это вот другая критика, ну, пусть они там гавкают, гавкают, да, ну, мы с вами над ними посмеемся, так что пусть гавкают и пишут дальше, а так, вообще, всем, и подписчикам, кто остался до конца этой серии, и вам, Надя, тоже, огромное спасибо, не каждый человек может сидеть два часа перед камерой, рассказывать на большую аудиторию, ну, 33, 34 тысячи, все равно, немаленькая, рассказывать про свою жизнь, рассказывать какие-то вещи, личные вещи, как вы это делаете, спасибо вам большое, вы храбрый человек, вы умная, вы это, предприниматель, я желаю вам удачи от всего моего сердца в России, так что приезжайте, вы сможете подышать нормальным воздухом, свободы, вот, если в Москве, то он, ну, загазованный чуть-чуть, в час пик, но ничего, все равно он свободный, так что, спасибо вам большое, ладно, спасибо, все, спокойной вам ночи, нам хорошего дня, да, до свидания, до свидания.